Девушки отдыхают Опять носишься? Завтра мать в школу А у вашего все плохо с литературой Мать Федорова приходила в школу на прошлой неделе Два раза Аркадий активно борется за успеваемость Поэтому я выбираю логизм, брат Никакого предательства, никакой лжи А Ярик разочарован в женщинах Они приглашены участвовать в секс-турнире Победитель получит полмиллиона долларов Я проститутка, да не привлекательная Че зря время-то терять За то, что соблазнит Хочешь мне? Женщину-крепость Прости, но на первом свидании Я не целоваюсь Я тебе умоляю, пожалуйста, только не влюбляйся до первого секса Просто написал маленький Хоть бы не маленький, хоть бы не Жену-олигарха У тебя такой вяленький Она настолько тупая, что у меня просто не стоит бабушка И в детстве Я вообще всегда мечтала спросить об этом у гея Что? Так, правильно, но... Что творят мужчины? Во всех кинотеатрах с 28 февраля Дежурный диспетчер, всем доброе утро Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... 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 данном это опять же это не потому что там керченет были слабые или здесь они бегают не потому что мультирная слабая просто как бы но не пота команда профессионалов и парни там да сидя пятером вечером на базе наверно тренировочные там из домов игра официалку какую-то на лиге они выкладываются всегда по полной просто иначе это не имеет смысла вот это самое главное как бы что и отличает профессиональную команду не то что они там такие крутые кого то не ощущают пара на звездный час его настал против река немецкого я почти собрал затормозил дым оппонента тиммейта молодец молодец на бой вышли но в общем то и минус 3 от фифларна в раунде ну вот давайте посмотрим зрачком наверно он у нас тут путешествует по коврам в том что он реально путешествует такой я куда то пошел опа бомбе с ним пленда что же мне делать что же мне делать я буду сидеть в яме но форест меня найдет эх форест 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 нужно будет наверное как нибудь спросить у фореста почему все таки он фореста там не знаю никакой нибудь другой персонаж просто странно звучит не ну реально от ников прутся по моему только азиат такс просто форест ну ка ну лес я лес я лес лес всему голова кстати парни то из ниб ребят любят хоккей вот фрайберг точно он сказал что он играл в защите в хоккей но это было 20 килограмм назад он прям так и написал это еще было наверно в матче наверно то когда они еще на трейне бегали разминались феликс минус гзис на пленте но мы то видим что здесь у фрайберга очередная попытка как бы пробить точку да ну вот все он уже не пробивает и можно смотреть сразу смело за действиями на пленте командой найти их там выводят поджим 15 но вот дыма спасает конечно непов грамотно изолирует себя при занятии главки при том что еще гидрайт дал неплохой фрак плент заметил форест и это сейчас будет пачка по моему но меньшинство пока у шведов разменивает форест по пленту открывает то сама плент 15 прорывает фифларен достаточно уверенно вот самый камень преткновения это солик который в принципе заставил фифларена запнуться но но он конечно играет на бомбе но расклад в том что тут как видим гидрайт красный ой 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 ну вот сейчас под тайминг солик должен посмотреть меня нет слов это какой-то это какой-то гипно-коунтер-страйк получается вы видели он он буквально когда выходил из 15 он вот такое ощущение что он послал какие-то не знаю супер импульсы да меня нет на пятнадцати я там не хожу я не занимаю зелень я туда никогда не хожу я там постоянно умираю жди меня с двадцатки молодой человек нужди меня но это того в принципе ждал полностью но у гидрайт по моему сегодня день ясновидения намечается хотя я думаю сам безрядно плотно удивился тому что там вот такой вот офигизм вот он вручна кэмикэйзи сыграл сыграл свою роль красивый выпад красивый не обсуждается естественно потому что действительно сыграл четко запер запер основное звено но тут уже просто дело времени как бы дело суппорта который придет что они подальше не зашли но они тут как видим понимая что раунд обречен на провал они пытаются только последнего как-то выжить максимум но даже при том что они открываются весьма агрессивно на действительно перспективные позиции защиты защиты их не убивают просто альтернает их не убивают а в итоге теперь они в панике стягиваются на они бы просто выжидают форест разводит хотя он даже не разводил просто пострелял на хелпу сейчас все будет зависеть от того как сыграют процент на бэккэйзи найс минус четыре в раунде и по моему самый самый полезный игрок для команды альтернает он вот в агрессивной ситуации не растерялся но опять же всему всему виной вот унипов вот этот вот самоуверенный выход как бы да они ждали хелпу но они просто когда раскидывали у них не было дыма на хелп никакого вот сюда как бы да когда они еще находились вот здесь как я понял то есть они даже не думали туда что-то бросать там но вот такой вот дымок там или другой да они решили просто подойти до контакта дошли до сюда тут увидели один дым но окей чё давай отсюда раскинем ну и как начали раскидывать их в этот момент в принципе подловил хитрый немец но игра то продолжается и не понимают что здесь все таки есть сопротивление с немецкой стороны стоит стараться может быть раза в три-четыре эффективнее чем обычно фрайберг ну про нет нифига не пыть что-то не хотят там понимать просто фрайберга также отправил это путешествие я так под я так думаю наверно фрайберги сказали если ты займешь б 20 раз подряд то как бы мы тебя не уберем из состава и не заставим тебя ходить в тренажерный зал и поэтому он вот так вот отчаянно всю первую половину пытается туда зайти и что-то сделать но ошибки они такие да приходят из ниоткуда и вот они приходят снова вновь и вновь форест не прощает кристалла вот кристалу надо было закреплять просто за собой позицию не подпускать никого к себе теперь уже тут есть церковь как бы феликс а форест слышал опс еще одна пачка сальто назад ну и гидрайт забирает последнего рака уже тупо стреляясь за b3 с лупой 17 не повторяют в принципе сейчас предыдущий свой матч по динамике боя то есть чувствует себя уверенным пытаются играть быстрые раунды не стараются там что-то придумывать изобретать но опять же вот в индивидуальном-то плане парни по-любому выкладываются не хочу сказать что немцы не выкладываются на трейн бы был для них более оптимальным вариантом хотя у них он тоже не слабый но все же мы видели реально немцев на трейне они выглядели там куда более грозными чем сейчас рак рачок решил здесь у нас заглянуть немножко на второй миду интересный дым вот через текстуру он конечно пробивает все расклады рак ара рака дергает ну как видим к нему уже нет поджима и атака вся стянулась под б-плент как бы ну почти все оставили только вот фифлар на который дождется сейчас своего фрага заберет феликса почекает 15 конечно же опс гидрайт ловко отхватывает еще и рачка в аркаде ну и в общем-то на б можно даже не идти судя по таким раскладам сейчас фифларом просто проходит 15 и тут уже понятно что плент пустой атака тоже прошла двадцатку фланги заняты все хорошо все хорошо у них это восьмой раунд для них вылетает кристалл чекает 15 не ожидая ой-ой фифлар на хоть разложил солик слава богу вот солик у немецкой команды друзья то что то вроде не знаю лекса в 2006 или 2007 на мой взгляд потому что парень хоть и там на их там присядет да но он очень-очень любит играть вот медленно там один в два один в три вот это конек этого парня как бы если там те же шведы стараются максимально от ситуации в плане тимплея оттолкнуться да то вот именно немцев всегда остается вот этот вот кандидат у мастера спорта по кс гоу и сидит сидит и ждет сидит и ждет дожидается чего-то это лишь мое наблюдение как бы да может быть ролик команды у него конечно жесткая но судя по трейну не скажешь но тут непов все то же самое распитаются с выпадом на ковры сыграть удалось им здесь разыграть нормально с люлькой флешечка гидрайта при том что интересно понимаете и вот он знает что делает понимая что там есть кто-то надо что-то сделать дымит тупо рачка ой рачок ой рачок фрайберг минус солик и в итоге бы плент снова пробит там камикейзи сейчас попытается с вп что-то сделать но он уже запустил флэнт ловит флешно отпустили в хэлп нет 20 хп или 32 или 20 32 32 но нет тут уже забежал фифларен с катушек забрал в общем рачок будет целиться как и вся немецкая команда если я правильно понял их действия не ну вот кристалл убил но ему тут дальше наверное вообще не дадут пройти да это ему не выгодно здесь уже выгоднее сэвить экономика упала он полез отдал еще один кольт нет вайк там смотрите там еще в спине один унипов нет это все это тотал тотал нет его в спину наказывает рачок два в одного на гидрайт один в два ой 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 немцы едва сэйвить не пошли но раунд им все равно этот не взять ну просто в спину в спину в спину получилось на респауне не знали что са чувак будет заходить через кт-рес подумали что ему быстрее пробежать через дугу поэтому там форес не волновался он даже смайлик такой написал не поняв типа чё произошло как так чувак я тут вот это делаю это делаю а ты тут мне вот такой вот в спину зарядил почему ты не пошел аркадить по медлу чтобы зайти на банан почему почему но и в итоге нет денег нет денег нет девайсов нет девайсов нет раунда и то есть ну раунд может быть но можно взять да можно взять пистолеты здесь жесткие но конечном итоге как бы окажутся хотя стоп купили себе там на что хватил не это не уровень это залет просто ну вот первый залетел врачок а феликс разменял под б уже пошла война там забирают сейчас фрайберга а плент продолжается раскидываться здесь интересная флешка такая агрессивная знаете рисковая но сделаем сделал дело гуляй смело ковры убивай вот в коврах прячь ой поджопник летит к тебе мой дорогой смотрите его как просто повесила сюда у это вообще это просто такие такой знаете отчаянный взгляд этого персонажа меня уже удивляет или радует но он явно сфотографировали молодого человека а он там такой сел с зелком сидит а все они меня не убьют я сейчас дождусь хилпы перекрестным примем парней но не тут то было так тут чё со всех сторон да со всех сторон камикейзе беднягу забирают 10-1 да немцы страдают немцы страдают и в этом уже ничего не поможет тренировки 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 но опять же ребята вот у киберспортивных немецких клубов там alternate mouse sports у них действительно в приоритете всегда стоит их бундеслига и конечно же там вот именно первенство урвать для них это очень очень важный момент как бы там электронный спорт благодаря ессель он уже таком левеле то есть нам даже с переходом на кс го там фактически комьюнити ничего не потеряла все перешли никто не плевался потому что да может отчасти игра там кому-то не понравилось но в целом свежий глоток старые игроки точно понимают что это такой предпоследний шансет скажем так вот выпал сейчас вообще бренду кс там дал выпал а там это уже давно проживали поняли и реализуют по полной 45 меньшинство немцев у них эко нет денег все плохо старается филикс свою пользу фрайберг в полете уравнял сейчас шансы ну и давайте посмотрим что будет здесь ну че умрешь не умрешь ой кровищи сколько кровавая игра кс го конечно кровавая 11.1 11.1 тем временем а в чате на твиче заводятся какие-то разговоры в п фрайберг не тренируется нормально у них нет буткемпа ничего тупо потому что все там друг от друга далеко живут да не буткемп это такой расклад то есть буткемп буткемпу надо подходить там да не на постоянной же основе вы не сможете там жить там даст там еще там с несколькими тиммейтами там в течение нескольких месяцев как бы нет во первых сейчас турнира да под которой команды бы просто сделали все буткемп там трехмесячные тупо да засели бы и реально вот играли 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 тренировались нарабатывались там что-то придумывали пока такого турнира нет вот когда такой турнир будет тогда пойдет дело ну вот на самом деле вот все будет хорошо если они просто будут там не знаю в киеве там кемпе кстати у них будет буткемп в киеве так что там будет видно вот то что они далеко друг от друга это не важно там просто игры в интернете как бы да чтоб разобрать ошибки и матчи на лане это вот две разные вещи кристалл ну тут как видим дал реакцию конечно дал на реакцию фифлорену но тут его уже так плотненько не чувствуют сейчас еще форест поставит пачку и вообще все будет хорошо а там простреливать он пытается простреливать ой красавчик ай красавчик вот это немец а вот старается из последних сил ладно остается гидрайтушка его здесь без шансов обрабатывают два девайса с хелпы ну тут уже не прескнули без дыма как бы играть оставить бомбу и выжидать хотя вроде там ну либо все выкинули но это как-то странно при таком счете уже смотреть радоваться там раунду немцев это то же самое что не знаю порадоваться за за буратино которого нельзя утопить как дерьмовое сравнение надо вот как в фильме да там что же там был за фильм этот со стола на последний там типа это то же самое что там я итальянец и готовлю вкусный тако дерьмовая аналогия ну что поделать рачок опс но вот если бы сейчас была здесь статистика как бы кто против кого как сыграл это было бы наверное намного интереснее посмотреть потому что мне уже кажется что там рак страдает вот те кто альтернет стоят на б они страдают от фрайберга те кто стоят на они вот еще пока не пострадали вот если сейчас не начнут ходить на постоянно ну тут пару раундов хотя бы до конца половины то это будет смешно опс феликс ну вот позиция на него сейчас работала и смотрим что будет дальше пришел суппорт есть сигарета за защитой но два в два два в два но по хп конечно преимущество унипов они уходят от хае на центре феликс сразу должен играть стяжку просто моментально но по сути здесь вот я не знаю успеет он вот эту дистанцию перекрыть или нет давайте смотреть да успевает успевает подойти и хака пачка граната под пятую бомба кстати упала кафель это очень очень плохо для немцев то есть тут но тут на опыте феликс играл тогда понял что чувак далеко не ушел забрал красава но гидрайт там конечно но тролль тролль просто csgo troll the biggest in the world csgo trolling вот так можно наверное охарактеризовать стиль игры гидрайт а вот вроде бы вроде бы выхожу а вроде бы нет ну ладно дам гранату ой подобрал дам вторую вторую не жду ты такой тысяч минус ну представляете какие у него были ощущения после этой второй хае когда он понял то что черт один остался красный вот едва бы там две секунды плюс было бы то они бы заняли бы плент и проблем вообще никаких не возникло по моему опс так джампик пятнашечки от был такой но увидел фар но он там понимает что у немцев сейчас не где готовится засада то что они готовятся принимать фаст выход но действия на самом деле у непов не поменялись они стали конечно медленнее но они медленнее стали только после того как альтернейт начали применять наконец-то дымы на них стало хватать денег но здесь сейчас по моему ждет нежданчик вот звено на ау альтернейт и нежданчик будет весьма суровый бешумно не подошли уже под ковры на контакт давайте посмотрим на все таки вот именно гидрайта у него такая ключевая роль вот он вышел и ай 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 но вот дым не позволил конечно здесь врага длимпов то плохо но решили столько экзиста но продолжая действовать против большинства немецкого рак минус гидрайт сразу по инфе фиф ларен зачекал ковру неудачный стрейф плент в п кристаллу вот он сейчас должен здесь играть против двадцатки мажет фрайберга и тот моментально перехватывая инициативу не отпускают его два в три не будут бороться в этом раунде библиотека напрягается форестом изрядно жестко форест кстати с бомбой посмотрите они стянули солик он не пошел на выгу фрайберг дал фраг плент пристрелка но за феликсом 11-4 все таки немцы последние подавили раунды но радоваться этому конечно не думаю что стоит как бы там уже на таких знаете на втором дыхании не стали играть ни пы в этой половине решили что хватит с этих ребят по моему да ну может расслабились может нет но тут уже можно было наверное убежать по сути это дело как бы на другой плент и все было бы более-менее нормально ну вот почему не стали непонятно опять же не понятно ну и статистика за первую половину выглядит весьма интересной то есть при счете 1 на 4 как бы ну по количеству фрагов да это все не по счету то есть игра конечно закончилась с таким счетом и половина вся но могли больше взять если были бы готовы а всего то на самом деле надо было не позволять ходить на дугу не пам держать их там под агрессии какой то да флешки давать фрайберг сколько там не знаю пять раундов вроде бы подряд или там четыре раунда подряд он точно там вроде выходил постоянно на дугу и там колбасил первого второго потом одного потом еще раз минус одного делал постоянно да а тем эти то стягивались уже от инфы отталкиваясь спокойно разбирались с остатками немецкого дефа ну сейчас у альтернеет атакс будет возможность отыграться за атаку но увидим увидим не играет кстати в поджим сейчас и вот наверное на гзиста стоит посмотреть там два кандидата на втором медле а он весь второй мид услышал декой 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 где-то лежишь да декой на коврах это интересно второй декой пошел не пыждут в контакт и минус ковры здесь паре с форестом форест попытки убить плент ну тут как видим немцы пробежали быстренько 15 как бы да звено по коврам оттормознули но бомбу дали поставить но для немпов труда не составило просто добить просто добить немецкую команду ну у них там цель видимо стояла зайти сначала в плент и по пути какие-то фраги дать но тут нужно по моему точно знать кого ты будешь убивать не ну да это знать никогда как бы да ты никогда не знаешь там кого ты убьешь сколько раз ты убьешь но в большинстве случаев нельзя исключать возможности того что можно просто подготовиться к позициям шведов но опять же это такая команда которая по ситуации играет очень очень часто у них очень хорошее взаимодействие друг с другом просто просто невероятное ну в 1.6 то есть был такой у скай гейминг свое время все это вообще всегда показывали вот в шутерах да киберспортивных в интерфайдхам да хороший результат тут как видим пила пила в 4d на дуге и вот остатки от этого побоища это конечно да просто не погоняют не погоняют как хотят жесть 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 а в чате у нас на твиче тем временем раньше еще во времена тпу фокс у них самый злой был фокс по моему при миграции на новую платформу что только сдал в скиле да не не что вы так думаете нет там все хорошо просто командная игра она там стоит не знаю вот фокса просто в миксах надо увидеть я видел там пару раз да и помню еще он даже в 1.6 то есть вот например когда играл я видел то что он там интернет исполнял как бы да на лане он играл ничуть не хуже просто просто когда например да ты играешь там не первый год там несколько лет и о тебе уже известно многим вот сейчас например зисто вообще убили на шару и по моему дугу сейчас займет кристалл если отстрелит да занимает дугу все вместе с бомбой пошли б это б декой на и вот единственный напряг это фифлара на котором походу даже не догадываются ну в общем то когда ты играешь просто несколько лет под тебя могут некоторые парни подстраиваться потому что на твоих демках там учится несколько человек играть по факту да ксго кстати тому на мой взгляд не исключение а фокус ксго весьма суров весьма суров так такая просто граната от фифларена а церкви кто выживать не хочет идти ну вот попытался там у нас как видим форест ой 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 фифларен жесткий ну это лучший раунд фифларена за всю его карьеру в ксго наверно то есть он тупо вот тупо перестрелял но последнего конечно по неопытности дернул ему там вообще вылезать не надо было просто сидеть как мышка и слушать звук как бы да если задать второй раз нужно было включать шифт либо простреливать но вот так как он стоял с колпы можно было чекнуть вот видимо он по моему на этот чек и повелся но обратно упрыгать не смог это говорит о том что он был уверен в том что он убьет но не убил бывает бывает фуфларен мы продолжим наверно с него смотреть сразу ну вот видите второй мид аркада в люльку и заканчивается все хэдшотом в пользу nip форест сейчас наверно продолжит шествие его ждет кстати феликс не форест помогает здесь суппортит как бы своим тиммейтам на медле забирает солика и пошел 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 у нас под ковры один чувак но форест понимает что здесь один по-любому где-то тусуется но вот феликс спрятался спрятался мы его зачекали минус один форест вот он знает ну вот форест его ждет здесь на чек если сейчас феликс дернется то это будет вообще сюрпризом опа феликс красава красава вырубает фореста один в два шанс на миллион но выйдя как видим с люльки там не просто ждали они как эти знаете команда ясновидящих вот мы знаем что он там есть и будем стоять его ждать до последнего не но это шведы шведы играли всегда так вот видишь ты чувака за углом ты по нему пострелял как бы ты за ним не побежал да стоишь ждешь его а потом проходит где-то секунд тридцать да там ну не тридцать фиг с ним там секунд десять то есть к примеру это даст два длина да и ты выходишь вот за эту стенку а это скотина там так и стоит и никуда не уходит убивает тебя и ты такой да ёкарный бабай и вот сейчас то же самое в принципе произошло у феликса как бы ну там еще бомба лежала на лавке естественно уходить от нее никуда не стоило плюс знали где он находится а вариантов не было так моменталочка на главочку большинство разыгрывают сейчас альтернет есть шанс в принципе что-то бороться нельзя отдавать просто так шестнадцать и фифларен кое-как умудряется спасти свою жизнь ну вот 3 в 5 выход б но я боюсь там за б плент для немцев тут гидрайт давайте посмотрим как будут заходить да дым хилпа гидрайт минус один катушки минус 2 гидрайт минус 3 гидрайт и почти минус 4 в принципе а в п от солика добился второй пулю ну форест уже на него конечно попер остается у нас фифларен декой ой 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 опасный момент опасный момент сейчас здесь для альтернет ну вот есть шанс еще взять 5 и там еще попытаться 2 3 вытащить как бы да 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 будут бороться будут бороться слава богу я просто думал что вот от фифларна если бы флешка залетела то там был бы чувак белый вот инферно веселая карта вообще можно было бы вот сюда подсадиться было бы веселее знаете так вышел с вопа такой хопа привет убил бы интересно вот так вот зеленочку видно а вот так вот ее не видно вот по моему даже так нет так ее видно ладно вернемся к просмотру непам нужен один раунд интернет вытащили себе пятый вот шестой возьмут и это хороший шанс для того чтобы седьмой себя натаскать то можно 8 9 попытаться потащить вообще такая команда как интернет должна брать из-за своего даже там не знаю у них имя должно им ауру давать да имя киберспортивного клуба должно давать какую-то ауру все таки они там не какая-то там говнокоманда из двора да там соседнего а профессиональные игроки которые зарплату получают десятку брать десятку надо брать по любому вот кривая флешка от рака но просто не а тот вентиль ударилась но тем не менее успешно опять же за счет него не по как видим уверенно закрепились на а ну а гидрайт там уже создает он слабо звуете пирея фото 2000 ой 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 вот красного асо о-хооо о-хоооо с этому пачку просто какого хрена я говорю он с другой планеты просто это чувак который как бы ну вообще с другой планеты ну что ж ты творишь то а чувак как это вообще получилось прайдер кое-ё-ёёшки пришел тут хочешь бежит пачка и кристалл два в одного два в одного кристалл прошел в церквь все Ну, у него есть бомба, и он, естественно, побежит сейчас на Аплэнд, как можно быстрее, понимая, что за ним бегут. Посмотрите, посмотрите, бежит, аж в штаны навалил. Страшно! Страшно, шведская кара за его преследует. Форест обходит. С центра Фрайберка остался ждать здесь уютного немца. Но вот немец, там очень, кстати, бомба так встала спорно. Я даже хрен знает, вот о чем может подумать игрок, который будет ее убивать. Не, ну, библа там, да, библа, тюрьма. Здесь, как бы, тюрьма, ковры. Но то, что он в планете, очевидно, потому что Форест, опять же, сыграл с... Да, все, тут инфа. Если Фрайберг не убьет, то это будет Фифларен 2. Это Фифларен 2.0. 15-6, альтернет атакс. Несмотря на свой супер-ультрамодный косяк на Б-планете, все-таки взяли раунд благодаря кристальчику. Ну, вот немецкий кристал, конечно, красавчик, красавчик, красавчик. Тут уже, посмотрите, дропы пошли. Эх, бомбы поставил, раунды взял. Гуляй, семья! И всем надропал того, чего хотел. Бывает, бывает. Ладно, давайте смотреть, что сейчас будут делать НИП. Берут ФАМАСы. Ну, с экономикой там все равно проблемы, как бы, да. И пуш-б. А-а-а-а! Гидрайт всю малину испортил. Фрайберг сейчас должен был зажигать, а в итоге Фрайберга сейчас могут просто отжарить. И да, его жарят, но тут еще два. Это инфа для немцев. Вот сейчас Солик не должен вообще стреляться. Они должны просто отдать дугу нахрен, бежать на как можно быстрее, забирать себе главку. Но на главке Форест он дает второй фраг, падает бомба. Солик плюс рак вдвоем, АВП. Все еще пытается, пыталась работать как-то с яма, свои моменты забрать. Играют на Рака, который обошел в этот момент спину на главку. И вот на минус два умудрился разыграть. Два ХП осталось. Опять вот с двумя ХП сейчас отпустят. Ну и Гидрайт отрезает, конечно же, Солик, который... Не, ну Гидрайты очень грамотно играют. Пропустил, пропустил Солик. Ну, ой-ой-ой, вот это, я тебе говорю, трехочковые банки от шведов. Это просто... Тартарары, еще и рак, рак спалился в песках. Ой-ой-ой, красный Гидрайтушка. Умри! Ха-ха! Семь-пятнадцать! Или восемь, даже, пятнадцать. О-о-о-о... Да, семь-пятнадцать, слава богу. Еще пока не восемь. Ну все, семь взяли, пора выдохнуть. Ну, тут там трехочковые банки. Это вторая граната от Гидрайта за сегодняшний вечер, которая действительно красивая. Но то, что он не понял, что чувак за зелок ушел и не услышал его топ, это подозрительно. Теперь я уже готов сказать, что там, по-моему, включили свою любимую, видишь, хаос-мафию. Параллельно на втором экране включили какой-нибудь матч НХЛ, шведы, да, прутся от хоккея. И сидят все такие, наяривают, наяривают в каэсик. В каэсик. Ну, а мы это все смотрим ночью. Смотрите. О-о-о, олдскуил стайл. From 1.6. Я бы даже никогда вот... Опа. Вот это да. Вот мне интересно, что сейчас будет делать вот этот вот кадр вообще, когда сюда выйдет просто. Вот он сейчас пойдет, а тут такие два стоят тела, понимаете? Это будет вообще лол. Ковры минус от Фореста и мид, 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 мид уходит. Смотрите, 15 стягиваются, мид не слышал, это Б плент, как я понимаю. Да-да-да, немцы решили сыграть под Б, но вот они... А НИПЫ, НИПЫ знают, что те на дуге НИПЫ-то знают, знают. Ой-ой-ой. Все, это Габелла. Не, ну тут такой шанс принять сейчас просто на миллион долларов, но его не пользуются. Играет. Игзист. Сыграл нагло. Но это уже его ошибка, он это знает. Но это пистолеты. Кстати, пистолеты, это просто пистолеты. Они всего лишь восьмой раунд отдают. Альтернейтом. Вообще тут, я думаю, не принципиально НИПАМ выигрывать с каким счетом, просто главное выиграть, как бы, и все. Все мы же знаем, что они сильные. Вот Форест по пульке, по пульке стреляет. Сразу обратите внимание, что вот он увидел чувака за Б-3, сразу туда пуля полетела. Просто вот в одну секунду. При том, что он опоздал в полсекунды, наверное. Да жесть! Все-таки Альтернейт могут. Могут, когда хотят. Вот, Инферно, говорю, было бы интереснее. То есть, понимаете, там вроде бы... Просто здесь, вот на этой стадии игры понятно становится, что в некоторых ситуациях, да, у НИПАВ даже вот этот вот супер-аура Гидрайта, я с другой планеты, я попадаю в голову, не работает. Это ясно. Немцы начали стараться и практикуют, как бы, свое медленное Инферно. И вообще даже не парятся по поводу того, что они сейчас на 15-ом раунде, судя по их действиям, выглядят уверенными. Это показатель, как бы, того, что эта команда действительно, они какие-то там... ...отпятые мошенники с какого-нибудь города. Например, без разницы. Неважно, с какого. Так, под Б сейчас дымят. И, посмотрите, не сыграли выпад на дугу НИПЫ. Но первая, вторая половина, вернее, в принципе, она такая и была. МИД контролируется. Тремя игроками атаки. Ой-ой-ой. Ну и будет сейчас стяжка и контрудары, естественно, на Б-плэнт. Как бы здесь уже выбора, по-моему, у них нет. Да-да-да, подготовили точку двумя флешками. Но прием здесь готовится тоже хороший, как, видимо, плюс будет, если вот суппорт... Кто тут и гидрайт, да. Не, он сыграет сначала здесь, на одну, и, наверное, вторая вверх. Сразу полетит флешечкой с церкви. Не, он вообще просто играет в наглую, бреет Солика. Выпад. Выбивает вместе с ним в асисте Фрайберг. Видит дугу. Понимает, что церковь тоже могли пройти. НИПЫ сдержанно играет. Гзиста. Гзиста просто казнят на 15-ти. Забирает эту дырку Форест. Но Б-Плэнд, тем не менее, выбиванию поддался очень эффективно. Феликс последний. Если Фрайберг не убивает, то он фифларен. Но он убивает и не хочет быть фифлареном. Ну что, друзья, 16-8. Ну, в общем, 8 раундов взяли у нас немцы. За это им огромный респект. Сыграли красивый, действительно, матч. Особенно вот вторая половина порадовала. Несмотря на то, что НИП, конечно, явно здесь были фаворитами. И доминировали практически в каждом раунде. Но немцев тоже стоит отметить. Они старались и сделали все возможное для того, чтобы взять максимум, который они могут, друзья. Ну, еще раз составы на ваших экранах, друзья. Так что... Ну, вот видите, как Рака зовут. Кристиан. Кристиан. Хер. Менау. Пух. Виль. Извиняюсь, но мне не выговорить. Просто это очень-очень длинная фамилия. Шведов зовут попроще. Ладно, друзья. Сегодня с вами CSGO смотрел Слэм. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на страницу анонсов. Вk.com. Слыша с L4MTV в ВКонтакте. И лайкайте канал. На Твича, разумеется. Это постоянный канал трансляции. Со всех турниров будем вещать для вас. Я, Тафа, Юра, Страйк. Возможно, даже покрышки мы разведем на пару стримов. Ну, а завтра вы увидитесь уже на Star Series. Первого числа. Первый день весны, естественно. Ну, и отметим мы, опять же, вместе с Alternate.team. Ну, и ZNation.team. Русское дерби сразятся друг против друга. Там станет ясно, кто куда. Время, кстати, 18 сет и 19 сет. Так что 20 и 21 сет еще свободны. Возможно, матчи добавятся. Будем надеяться, что в Ery Games соберутся и разыграют весь этот расклад. Ну, а пока немного рекламы и потом музыка. Возможно, сегодня трансляция останется в записях до завтра. Но я в этом сомневаюсь. Дежурный диспетчер. Всем доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мадам, вы не смотрели эту квартиру со мной. А значит, не видели самого главного. Дэнни! У него 23 сантиметра. Вы нас, простите, ради бога. Меня жена оставила одного. Хочу себе эту маму. Что такое говоришь, Кирилл? Так не бывает. Почему? Да, действительно, почему? Коша, он всегда врет. Опять носишься. Завтра мать в школу. А у вашего все плохо с литературой. Мать Федорова приходила в школу на прошлой неделе. Два раза. Аркадий активно борется за успеваемость. Поэтому я выбираю логизм, брат. Никакого предательства, никакой лжи. А Ярик разочарован в женщинах. Они приглашены участвовать в секс-турнире. Победитель получит полмиллиона долларов. Я проститутка? Ты не привлекательная. Че зря время-то терять? За то, что соблажнит. Хочешь меня? А? Женщину-крепость. Прости, но на первом свидании я не целуюсь. Я тебе умоляю, пожалуйста, только не влюбляйся до первого секса. Может, мне писем, маленький? Хоть бы не маленький, хоть бы не. Жену-олигарха. У тебя такой вяленький. Она настолько тупая, что у нее просто не стоит бабушку. И в детстве я всегда мечтала спросить об этом у Гея. Что? Так, правильно, но... Что творят мужчины во всех кинотеатрах с 28 февраля? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok